Время Отца и Сына и Святого Духа, послание освященного архиерейского собора к Лиру, монашеской речи и всем бедным чадам русской православной церкви. Освященный архиерейский собор, проходивший в 29 ноября по 2 декабря 2017 года в Баграде, Москве, к кафедральному соборному храме Христа Спасителя, обращается ко всем вам словами от Государственного приветствия. Бог терпение и утешение дарит вам быть единомыслием между собою по учению Иисуса Христа, чтобы вы единодушно, едиными устами славе Бога и отзыва Государственного нашего Иисуса Христа. Воздавая в Богу Творцу, Промыслитель, Преподателю всяческий благ, мы молитвно воспоминаем важнейшие события истории нашей Церкви, в столетии которых отличается в этом году. Это открытие Священного Собора Православной Русской Церкви в 1917-1915 годах и восстановление на нем патриаршества. Одно из главных деяний собора, избрание святителя Тихо на московских патриарших престолов, совпало с началом жестоких каминей на Церковь Божию. В невинной крови у первых мучеников в нового времени обогрела обогренность наша земля. Вскоре беззакония и приезло в отношении к Церкви стали повсеместными. В эти исследования и страдания в задине Христова, множество верных чад законных египетов, высочайших подвиг, вера и мужество, приняли смерть и невидающие дельцы славы. То была эпоха грозных испытаний для всех народов отечества. В результате страна оказалась на грани уничтожения, но по молитвам святителя Тихона, в созданном в очередь из коллектива Русской, Господь преклонил милость свою людям и не пропустил злу восторжествовать окончательно. Ныне мы с благодарностью Богу вместе с Савлопенцем с Савлопенцем посвятали, наказуя наказанное Господь смертежное непредадение. В памяти о фронтических событиях XX века и рыжеская об их причинах мы должны с глубоким смирением и истинным убеждением свидетельствовать при ближнем и дальнем о главном уроке минувшего столетия. Без Бога никакое государственное или общественное строительство не придет к благополучию. История показала, что пагомыми для государства и гибельными для людей являются революционными расстроениями, порожденные политическими провокациями, в том числе использующими запрос на социальную справедливость. Представители всех слоев общества должны приложить усилия, чтобы избежать повторения ошибок, прибедших в прошлом веке страданий и смерти множества людей к разрушению государственной насилии. Мы свидетельствуем о неизменности миссии Церкви, которая избежала спасительное число и своей кровью, ради привлечения людей к единству с Богом. Всем дружникам, в винограде Христову надо вам помнить о том, что краеводным камнем церковных проповедей, посвятых апостолов и до скончания времен является радостная листья о спасении, романном чрезвест и воскресении Господа нашего ииспорителя Иисуса Христа. Главное заслужение, которое мы прислали в каждой пасты, это совершение Божественных людей, поскольку пронесение бескротной жертвы, благодарения во всех и за вся, есть величайшие и важнейшие из всех возможностей дел. Едиными кусты, единим сердцем, славящим Небесным до Отца и Господа нашего Иисуса Христа, мы, члены Священного Забора, свидетельствуем о том, что молитвы и предстательства перед престолом Содержителя, новомощников и исповедников Церкви Русской, труда не множатся архиереев, филиков, монашествующих генералов. Дело церковного строительства продолжает развиваться. Восстанавливаются порушенные среди, заведаются новые храмы, совершают иноческий кодекс многочисленных населения и православных обители, умножается количество церковных благотворительных начинаний, усиливается и проходная работа по поддержке семьи, материнства и детства. Особая радость вызывает успех в области, радость работы с молодежью, в том числе развития добровольчества, гепартии и на приходах, а также при общении детей к вере через наследственные школы и имени сработных образовательных проектах. Дни Архилейского Собора доставили нам радость с учениями с предстоятелями и представителями поместных православных церквей, превышенных в Москву, где участвуют торжества по случаю столетия подкрашивания и интернизации святителя Титона. Это зримое вооружение православного единства имеет особое значение сегодня, когда многие христиане, подвергаясь к они ним за веру, нуждаются в нашем усердном молитве и действенном заступничестве. Мы горожим христианской солидарностью, потому что знаем, насколько она важна и нужна тем, кому сейчас приходится претерпевать невзгоды и истинания, кого-то тому, как важна для нас, но на поддержке всех людей доброй воли, волны и пречеснини веры и церкви в нашем Отечестве. Да, по милости Божьей мы вновь возле невеличественной соборы, наша храма благоукрашается и благоустрояется. Однако, нельзя забывать о тех, кого не сгоняют из храма, но в обзыве взрывают и убивают террористы, вы признаны мужественно и твердо отстаивая христианские ценности, вытесняемые сегодня и жизни многих народов. Пример основанных апостолами первых христианских общин, более обеспеченные, из которых направляют материальную помощь, менее обеспеченные, призывают на заботы золотых православных христианах, верствующих и страдающих от боли или от терроризма. В одни работы собора мы ознакомились с предварительными результатами исследований, проводимых с целью идентификации екатеринических останков, выражая надежду, что в разрешении этих исследований будет явлено истинно относительно принадлежности к богатым останкам. Благодаря Судорогу Божию, смотрению соборственной деятельности, подвели целой высотности любви и от церковного почитания, памятная о пережитой нашими отцами и переживаемыми многими христианами и святами, будем хранить единство церкви, моляясь о каждом благослужении, о восстановлении Божьей церкви и солидении всех, как же Христос молился на единстве христиан и о соблюдении их в мире. Сам же Господь мира дадаст нам и в святах во всем, Господь в созревании, аминь. Святейший, который объявил и без посвященный архиерейский Собор русский православный церкви. It is with great joy that we receive this epistle, a translation which will be available after the cross today, all those who would speak Russian, in that we find in it great solidarity, great unity, and great strength in our apostolic and orthodox faith. Because we see in this message from all of our collective archipastors, over 300 of whom joined together in Moscow to pray together and to discuss and concern themselves with the issues facing the Holy Church through these days, in the 21st century, yet at the same time maintaining the same purity of the gospel with which was originally preached by our Lord and God and the Savior Jesus Christ himself over 2,000 years ago. This is an important thing that we must understand, that the church is not some historic organ that once upon a time existed and established the various services, put together in the Bible, set together all the various rules by which we live here in our church. The church is a living organism. It is the body of Christ himself. And it is that body that never dies. Yes, parts of that body change, so to speak. Just as the cells of the human body are renewed constantly, the old ones dying off of the human being reborn, so too we as the body of Christ like cells in His divine and mystical body. Yes, we are born, we live, and we die. And others are born in our places and take that place and continue in the body of Christ. Because the body of Christ must be alive and well at all times for the sake of all people, no matter where they are and under what condition they exist. Indeed, the issues and concerns that we face ourselves with today, especially the view of modern medical science and other such things, were unheard of a couple of hundred years ago, or maybe even decades ago. And yet they must be addressed. And they must be addressed in the same spirit with which the Holy Apostles address the issues of the Old Testament and the establishment of the New Testament Church. This suborbis, it is understood in the subonic term, means this consistency, this requirement, that every decision that is made today by our current masters, our current subords, our current synods, and so forth, must be consistent with the decisions that were made in the past by our pre-bissimely fathers of the Church and the apostles themselves as given to us by reward. This consistency is what ever justifies and strengthens the foundation of our faith which remains unshapen regardless of the situation in which we exist. The very words spoken in this epistle by today's archipastors in our homeland of Russia are the very words I've heard as a child as I stood before this holy icon of the Mother of God, the Kursk Rukh, the Kursk Rukh, that Vodhivitria, that guy that protected the Church abroad and our Church back at home during the horrible days of the God of the Church of the Soviet Union. And yet today our pastors standing there in Moscow who before had been shot for such words stand out boldly and cry out to the truth of our Lord Jesus Christ. That truth continues to spread throughout Russia as should be used to rebuild her churches or monasteries and most importantly her spiritual life. And we as children of the Church abroad are just as much a part of that rebuilding as anyone else there is. Because we too went through a simple rebuilding in the early days of our existence here in America and in other free nations of the world. And we built our churches and here we stand thousands of miles away from our homeland and yet it is that same gospel that is preached as a result of the conditions of the 20th century and the thing that cast us throughout this entire world. It is with great joy that we pray today before our Holy Bloody Eve here before the Mother of God Himself asking for her continued protection and guidance of the Holy Russian Orthodox Church which has existed for so many years under her protection and while indeed the Holy Church has suffered many many physicals spread its history beginning with the appearance of this very icon itself when it began with the tartar yoke beginning of the 13th century. And we too continue to realize the difficulties that Christians face throughout the world today and we will continue to pray before her and this only icon that she will continue to guide us to strengthen us in our faith in her Son and our God and our Lord Jesus Christ that we too may be worthy of that willingness that we are going to be called a beat. Amen. Amen.